Я брал у Рассела Тарга, один из идеологов дистанционного видения, очень уважаемый человек в Соединенных Штатах. И вот он создал первую практику предсказания событий, которая потом получила совершенно особое название во вьюинге ассоциативное дистанционное видение, ну или ассоциативный remote viewing, если говорить по-английски associative, remote viewing. Что это такое? Дело все в том, что сначала, конечно, когда человек понимает, что он может считывать через указание цель какие-то реальные объекты, то возникает желание просто заглянуть в будущее и посмотреть, а что там. Но оказалось, что этот процесс не столь уж и продуктивен, или, можно сказать, что очень, не очень, не продуктивен вообще. Для тех целей, которые преследуются. То есть для получения точной информации, допустим, куда пойдет завтра доллар в ту или иную сторону. Или куда пойдет цена на золото и так далее, на нибудь. Почему? Да потому что вьюеры-то упражнялись на объектах сначала больше стационарных. То есть на каких-то картинах стационарных. Но, когда мы заглядываем в будущее, да, мы уже там не знаем на что смотреть. Там очень много этой информации. То есть, понимаете, одно дело информация фотографии, которая там занимает килобиты, да, или там у нас килобайты. Другое дело информация видео, которая занимает уже гигабайт. Вот. То есть здесь совсем принципиально другие объемы информации. Просто когда вьюеры погружаются в прошлое, в силу того, что нет еще полного совершенства, да, стопроцентного в данной теме в том числе, как и в принципе, вот еще человечество, стопроцентной информации получать не может. Вот. Мы только имеем какие-то определенные, там, не знаю, сеансы, в которых, да, мы можем получить стопроцентно. Но сказать, что мы получаем всю информацию стопроцентно, к сожалению, на сегодняшний момент времени, вот, по всему человечеству, думаю, что нельзя. Вот. И поэтому, когда вьюер попадает в будущее, когда он пытается просто смотреть методами традиционной техники дистанционного видения, то он получает очень большой винегрет из информации, в которой очень трудно разделить, потому что в силу того, что время... Вот представьте, что он взглянул бы, допустим, в набор файлов жесткого диска, и вот их там такое количество, да, какое из них выбрать, то есть вьюер совершенно дезориентируется в такой ситуации. Вот. И поэтому информация, которая получалась таким путем, она все-таки не настолько точна, как нам хотела. Тогда Рассел Тарк разработал одну очень, на мой взгляд, очень остроумную модель, простую, как все гениальное, просто вот, ну, если бы я был тем, кто распределяет Нобелевский плен, я бы ему прямо незадумываюсь, за нее Нобелевский плен отдал. То есть потому что она очень проста, и вот она работает очень интересно. То есть она просто вот проста до, как бы, такого детской игры, можно сказать, проста до уровня детской игры. Но гениальна. Значит, если мы хотим предсказать с вами будущее, допустим, да, ну, допустим, завтрашний курс по лету, например. Я знаю, что в 12 часов я буду знать, или там в 2 часа буду знать, какой результат, и какой результат будет на сайте нашего Центробанка висеть. Ну, то есть он будет в 2 часа завтра на сайте нашего Центробанка. Я об этом знаю. Я хочу сегодня уже узнать, в какую сторону он сдвинется, вверх или вниз. Допустим, назовем меня постановщиком задачи, я буду человеком, который просто делает такую техническую часть. У меня есть юбер, в моем распоряжении, который умеет хорошо считывать картинки, неважно, они в прошлом, настоящем или в будущем. Фотографии. Просто умеет считывать фотографии. То есть он умеет описать реальное место, реальный момент времени и так далее, и так далее. И я прошу его, я совершаю следующую процедуру. Я создаю некое условие. Я говорю, что если завтра на торгах доллар пойдет вверх, то я возьму вот этот фломастер, сделаю его фотографию и отправлю своему вьюеру по почте. Завтра. Уже после того, как я буду знать. Если победит, если доллар пойдет вниз, я, соответственно, возьму другой предмет, постараюсь выглядеть так, чтобы он был не похож. Ну вот из моего окружения, мне кажется, не очень-то похож. Есть, конечно, похожие стены пластмассовые, какие-то закругленности, но, в принципе, разные вещи. Вот. Ну, в идеале мы берем абсолютно непохожие объекты, которые очень не похожи друг на друга. И уже сегодня, но вьюер совершенно об этом не знает. Вьюер слеп, вот в этом смысле, у него абсолютно слепой сеанс, он не знает, с чем он имеет дело. Это знаю только я. Я говорю, что вот, если, значит, реализуется один результат, значит, я покажу, пришлю вьюеру вот эту фотографию. Если реализуется другой результат, я пришлю ему другую фотографию. Завтра по почте. Сегодня я вьюера прошу, я говорю, что, пожалуйста, загляни в свою завтрашнюю почту, да, и посмотри, что за объект у тебя от меня пришел. Какая фотография. Фотография какого объекта. Вот вьюер описывает мне, как правило, вьюера не называют объекты, да, они их описывают. Вот это одна из, скажем так, один из, одна из особенностей этого способа восприятия информации, то есть remote viewing, вьюер, именно описывать объекты. То есть вьюер вам опишет, я вижу цилиндрический продолговательный предмет, там, с красной нижней частью, там, с заостренной верхней красной частью, там, и так далее. То есть он гладкий, там, имеет белую какую-то там составляющую и так далее. То есть вьюер постарается вам полностью описать объект, зарисовать его, но он не будет его называть. То есть вот, потому что название это уже прерогатива не вьюера, а прерогатива заказчика. То есть, как правило, заказчики знают объекты лучше, чем вьюеры, и вьюеры просто поставляют им поток информации. Заказчик уже сам решает, что с этой информацией делать. И вот вьюер мне описывает вот такой объект. То есть я понимаю, что это похоже на фломастер, который я предполагал на повышение долга. Соответственно, я предполагаю уже сегодня, что победит, вернее, хочу сказать победит, потому что мы часто предсказываем результат спортивных игр таким образом. Ну, то есть тот или иной, та или иная команда. То есть, в какую сторону пойдет доллар, я узнаю по объекту, который мне описывают вьюеры. И этот метод оказался гораздо точнее. Он оказался на голову точнее, чем вот все то, что пытались американцы делать напрямую. И они начали на этом, этот метод очень активно использовать. И вот Рассел Тарк впервые применил его на бирже серебра. И они заработали, у них были все точные предсказания, они заработали просто вот так вот буквально за неделю, сейчас точно не помню, но очень за небольшое время заработали несколько сотен тысяч долларов. И инвестор, который делал эти инвестиции, у него просто съехала крыша от такого вообще успеха. Но он вложил там гораздо меньше и получил вот такую прибыль.